Утро доброе всем, кто в этот ранний час находится у своих экранов. Сегодня с вами я, Амулан Гаджатанова. Давайте начнем этот день бодро и позитивно. Утренняя зарядка – это как раз то, что нам нужно. Ведь именно она способна отогнать сон, приливом энергии и нагулять аппетит для полноценного завтрака. Ну что ж, приступим! Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Виктория. Я фитнес-инструктор по направлению зумба и хочу провести с вами утреннюю разминку с зумбы. Итак, мы с вами начнем сейчас с самого простейшего танца, называется бачата. Итак, дорогие друзья, вам нужно расслабиться, почувствовать, что вы как будто бы на дискотеке. Делаем плавные движения бедрами. При этом ваши ножки должны быть легкие, мягкие. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Очень легкие шаги. Добавляем ручки. Теперь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, прыжочек. Оп. Еще. А теперь шаг вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. Еще повторяем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. назад. А теперь раз, два, три, акцент. Так, девчоночки, вы успеваете за мной? Почти? Раз, два, три, четыре. Девчонки, вы можете бедра подключать уже? Молодцы! Раз, два, три, четыре. Ножка, раз, два, три, прыжок. Я прям чувствую, как у вас получается все. А теперь вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Назад. И, конечно же, не забываем про улыбку. А теперь опять. Раз, два, три, акцент бедром. Еще. На самом деле бачата очень легкий такой танец. Раз, два, три, четыре. Вы заметили, все на восемь подсчетов. А теперь вперед. Раз, два, три, четыре. Хоп! Раз, два, три, четыре. Ууу! Дерь вокруг тебя. Нет, на восемьдесят градусов. Что такое? Что такое? Молодцы, девчонки. Спасибо нашим фитнес-тренерам за энергичный настрой, а мы продолжаем. Я думаю, с такой зарядкой нам с вами удалось нагулять аппетит, поэтому предлагаю перейти к следующей рубрике. Все внимание на экран. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня мы будем готовить очень быстрый и полезный завтрак. Натуральный йогурт с семенами чия и с фруктами. Фрукты могут быть любые. Вот у нас в наличии, скажем так, яблоко, киви. Поэтому мы вот будем обходиться только этими ингредиентами. Йогурт может быть любой, натуральный, без сахара. Если недостаточно сладко, можно будет добавить сахарозаменитель. Но мы, в принципе, не слишком любим подслащивать, поэтому достаточно будет того количества ингредиентов, которые у нас есть. Необходимо насыпать в йогурт семена чия. Очень вкусно семена чия. Получается, когда они немножечко постоят, набухнут. Семена чия безумно полезный продукт, богатый кальцием, и это источник полезных жиров. Мы размешиваем. Надо будет немного подождать, чтобы семена чия набухли. И потом мы нарежем киви и яблоко и добавим в наш смузи-болл, скажем так. Точнее, это не смузи-болл, это чия-пудинг. Чия-пудинг. Вот, я думаю, такого количества достаточно будет. Ну и порезать я попрошу помочь мою доченьку Милану. Нарезаю киви на маленькие кусочки. Смотри, я вот сейчас отрежу, вот это вот как раз уберу. Вот так пополам, а потом вот так. Ну, короче, на 4 кусочка. Можно еще мельче, если будет получаться, да? Угу. 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 Когда мы нарезали фрукты, нам необходимо все их хорошенечко перемешать и наслаждаться вкуснейшим и полезным чия-пудингом. Приятного аппетита! А сейчас моя коллега Юлия Махалеева побеседовала с заслуженным артистом России, режиссером Зурабом Нанабашвили. Зураб Нанабашвили является режиссером-постановщиком спектакля «Сон в летнюю ночь». Передаю слово Юле. Доброе утро всем тем, кто только присоединился к нам. А мы сегодня находимся в театре русском драматическом и у нас в гостях, точнее мы пришли в гости к режиссеру Зурабу Нанабашвили. Я сам в гостях, доброе утро. Я сам в гостях в этом театре. Как вы впервые узнали про наш театр? Это было в 1999 году, когда я в первый раз здесь был. Как вас занеслось сюда-то? Пригласили. Пригласили. Театральный мир, он вроде бы большой, но еще и маленький. Пригласили, но тогда что-то не удалось с постановкой, потому что как-то я переезжал с одного театра в другой. А с какой постановкой? Ой, да разное мы обсуждали. Но я потом поставил здесь два спектакля. Но это уже было в 2002-м, а вот третий спектакль, который вышел вчера, был в 2022-м. И наш художник по свету, Евгений Медведев, вчера принес программку. Я ему подарил программку «Грозы», где написано «Премьера состоялась в 2022-м году». Он принес программку «Мне скучно без». И там написано «Премьера состоялась в 2002-м году». И мы все стали вот вообще растрогались так, что себя вспомнили 20 лет тому назад, как мы трудились. Хорошее время было, да? Да и сейчас время неплохое. Время всегда хорошее. Смотря как ты относишься ко времени, как ты это все определяешь для себя и в каком круге ты вертишься. А я всегда занимаюсь театром, я вообще не помню, за 25 лет, сколько я режиссер, чтобы у меня был бы вообще выходной. Даже если дома, это не значит, что ты отдыхаешь. И то верно. Вот где-то в 5-5.30 утра просыпаешься и начинается твой этот долгий день до полуночи. И в этом дне вы практически во всем черпаете вдохновение? Да, и как ни странно. Вот сейчас мне уже полвека, да? А по ощущению, время так же тянется, как в детстве. В детстве же как казалось, что день идет, 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 и он не закончится. Что и книжку почитал, и в школе был, и в футбол поиграл, и потанцевал, и поговорил. И пошкодничал, и чего-то, и день все не кончился. И сейчас такое ощущение. В одном дне может произойти столько событий. Вы счастливый человек. Очень, и мне очень радостно вообще общаться с людьми. Самое сложное, наверное, в нашей жизни – воспринимать людей такими, какие они есть. И прощать их. Им, да, ну ты порой считаешь, что это их слабость, но надо прощать как-то, потому что все не могут быть героями. Это правда. Островский написал «Грозу» почти 150 лет назад. Так и есть. В чем актуальность «Грозы» сегодня, на ваш взгляд? Вы знаете, вот я всегда и повторю сейчас, актуальное – это не про театр. Так. И не про искусство. Что имеете в виду? Актуальное – нет, а вот вечное. Ага. Это же как бы классикой стало, потому что это как его выдержало столько времени. Потому что эти фразы начали переходить в народ. Характеры, которые разработаны не потому, что мир не изменился. Мир меняется. Конечно, с появлением даже вот этих сотовых телефонов вы перестали уже, молодежь, смотреть в бумажки. И порой артисты приходят из сотовых телефонов, роли читают. Можно с ума сойти. А раньше переписывали. А переписывали для того, чтобы запомнить роль лучше. Время, конечно, меняется, но не меняются основные наши с вами ценности. Может быть, кто-то до сих пор так и делает, потому что это действительно работает. Знаете, о чем наш спектакль «Гроза»? О чем? О сложности той свободе, свободе выбора, который нам дал создатель. Вроде бы это подарок. Да. Воля твоя, да, свободного выбора. А вот подарок это или испытание ежедневное? Потому что тебе каждый день приходится делать некий выбор в большом или в малом. Говорят, что поколение от поколения отличается. Да, отличается, но и в вашем поколении, и в моем поколении мы ценим все равно любовь. Конечно. Дружбу, да. Мы все равно не то, что осуждаем, а бежим от предательства, от хамства, от бедности нагольной. Все равно и в нашей жизни, и в вашей, и сто лет тому назад появляются такие кулигины, которые для города хотят часы сделать, а не то, что у кого-то есть золотые часы и могут на свои посмотреть. У меня не золотые. Обычные. То есть и сейчас существует... Я не скажу имя, потому что потом вас оштрафуют на 200 тысяч. Скажете, это реклама. Не скажем. Хорошо. Как думаете, а почему такое большое количество людей, вот их трогает эта история, которая им известна от А до Я? Господи, а когда у вас бабочки в животе, разве это вас не будет трогать? То есть, даже вот на этом уровне, когда вам приходится делать выбор. Выбор, вот можно ли счастье украсть? Можно ли только ночью, когда все спят, быть свободным, а днем притворяться? Ну разве это вас не будет трогать, вас, молодую женщину? Театр – это вообще-то не монолог артиста. Это диалог между зрительным залом и сценой. Просто мы договариваемся, что там говорят, а здесь слушают. Но когда ты слушаешь, это не значит, что ты всегда соглашаешься, и у тебя нет собственного мнения. В зрительном зале мы отгорожены подлокотниками, и каждый из нас сохраняет свой микромир и свое личное отношение к тому чуду, что сейчас происходит. И порой ты можешь быть умнее того человека, мудрее того человека, предсказать судьбу этого человека, но ты понимаешь, что исправить ты ничего не можешь. Вот что страшно. И если театр хотя бы на секунду сформулирует вашу мысль так, что вы сможете из зала выйти растроганным, то это уже большая победа. Все не зря. Конечно, мы, вот любая встреча, если она не случайна, а встреча со спектаклем, она не случайна, потому что ты специально приходишь его смотреть, должно в нас оставлять глубокий след. Если он не оставляет след, если это не является событием, если оно не фиксируется в нашей жизни, тогда этот день пустой. Тогда этого спектакля нет, тогда эта книга не прочитана, тогда этого человека для тебя не существует, и так далее, и так далее, и так далее. Видите, какая логика? А говорите, что изменилось? Поняла вас. Вот, между нами разница много-много лет, но мы, вот вы, я говорю, вы соглашаетесь? Конечно. Это истина? А истина, как говорят, в вине. Но марку не будем называть. Как думаете, история Катерины, она могла бы случиться в городе? Просто она разворачивается в провинциальном городе? Да, может и в столичном, может и в провинциальном. Вопрос не в географическом нахождении города, а в укладе их семьи. Что значит любовь для Кабановой? Любовь, которая рождается через страх, что надо бояться и любить. И любовь, рожденная для Катерины, свободы. Или любовь, в которой пребывает Тихон. Да, осознание этой любви, кто любит, тот будет молиться. А молиться не Борис будет, а Тихон. Такие вещи вообще. Но почему именно все-таки «Гроза» для нашего театра была поставлена? А потому что подошло к трупе очень. И мне очень волнует, меня очень волнует эта пьеса. Меня, как вот, как человека, как мужчину вообще. Как человека, любящего свободу. О, тогда такой вопрос. Топ 5 или 3 ваших любимых произведений из классики? Их огромное количество. Ну вот, может быть, пятерку выделите? Я не могу назвать, я кого-то обижу. Ну, понимаете, я профессиональный читатель. Профессиональный читатель – это не значит, что я в читательном зале записан. Профессиональный от того, что моя профессия – ставить спектакли. А попутно еще ты читаешь вокруг этой пьесы огромное количество литературы. То есть режиссер, по крайней мере, должен быть хотя бы образован. Ну, естественно. С широким кругозором. Но просто если вы назовете хотя бы несколько произведений, будет легче понять… Мне очень сложно назвать, потому что вот сейчас мы выпустили «Грозу», а через полторы недели мы будем выпускать Шекспира «Сон в летнюю ночь», где совершенно другая природа. Да, да. Эксцентричная, яркая, придуманная, да. Где можно закапать волшебный цветок, и влюбишься, кого увидишь. И оказывается, любовь – это не чувство фундаментальное, на котором основываются все твои мысли о жизни, да, что любовь – это Бог. А любовь – это может быть и от цветка. Открыл глаз – все, цветок был. И все, открыл глаз, увидел, я не знаю, хоть обезьяну, и влюбился мгновенно. И то, что она посмотрит, влюбится мгновенно. Понимаешь? Все. Хотя там тоже вернемся, мы все равно на кругу есть своя. Как режиссер приглашенный, как бы вы оценивали нашу труппу? Я вообще в этой плоскости не мыслю. Я не оценщик. Я живу в этом пространстве, я живу вместе с ними. И оценивать я не могу. Мы работаем вместе, мы живем, мы дышим одним воздухом. Я не могу отстраниться и оценить. Вот так я вам отвечу на ваш каверзный вопрос. А как вы понимаете, что ему эта роль точно подойдет? Исходя из смысла спектакля, из характеристики героя, иногда даю наоборот, на сопротивление. Вот я Кабанову, Лене Хаптахановой, дал на сопротивление. И она очень интересная. Очень, потому что ей приходилось весь репетиционный процесс преодолевать свою природную мягкость. Она же очень дружелюбная, очень мягкая. Она по природе такая. И вы решили вытащить из нее? Я ничего не решил, я предложил. Она согласилась и пошла. И мы не проиграли ни она, ни я. И не зритель, конечно. Однако. И получается, получилось у нее, да, о, дурелюбящая мать своего сына. Которая боится за свою семью, за свой этот бизнес, который надо сохранить уже когда муж умер. И это же мужской мир. А надо фундамента мужской, а на женских плечах. И как-то надо взрастить этого сына. И от этого получаются эти страхи, сопротивление, потом появление Катерины и так далее. И целые пласты потом пошли. Видите, как важно решить, кто играет. А могли пойти иллюстративным. Как? Ну, взять очень-очень пожилую актрису, очень жесткую-жесткую-жесткую, чтобы она уже прямо давала огонь. И мороз по коже. И мороз по коже. А мороз по коже там по другому поводу возникает. Вот в этом столкновении нашего понимания жизни. Хорошо. Наша труппа 20 лет назад и сейчас. Разная. Большая? Большая. Ну, небольшая, небольшая, но, конечно, разная. Разная. Разная, конечно. И люди другие во многом. Другие люди пришли. Остались те, которых я знал, безусловно, но человек же не консервируется. Знал, человека ему было 50, сейчас уже за 70. Другая энергетика, другая психофизика, другие потребности. Другая усталость от жизни. Вот самое ужасное. В театре можешь убежать от усталости от жизни, потому что у нас нет обыденности. Вчера мы закончили грозу, а сегодня мы обсуждаем фрукты уже. Для Шекспира? Да. Хорошо. А можно задать вам такой вопрос? Любой можно задать. Это прекрасно. Вы, получается, не раз были в Элисте. Не раз. И не два. Как вы оцениваете нашу кухню? О, мне нравится. Мне нравится. Я вообще, я не скажу, что я обжора, но я гурман. Тут очень много вкусных блюд. Но я их стараюсь все есть с овощами, потому что они сытные. Да. А я же все равно грузин. И у меня мясо с овощами обязательно должно быть, особенно бар... О, о чем вы говорите, это баранина вкусная, она достается из этих больших чанов. Я единственное, что не пью, калмыцкий чай. Почему? Ну, я не чаев, не чаев, понимаете? Ну, каждый свой. Узбеки любят чай, грузины любят вино. Ну, у всех свое. Вот грузины и калмыкии. Я все-таки люблю сравнения. В сравнениях иногда познается истина. И вот чем похожи... Ну, как нас с вами сравнить сейчас? А чем похожи грузины и калмыкии, на ваш взгляд? Есть что-то общее? Нация. Угу. В целом? Ой, даже не задумывался. Или мы настолько разные, что нельзя сравнивать? Я не знаю. Господь Бог нас всех разными создал. Любого человека. Каждого. И от того, что вы калмыкачка, а я грузин, ну, был бы я калмыком или вы грузинка, и у нас все равно разный рост, разный возраст, разный вес, разные голоса, разный пол. Ой, не знаю. Ну, так я в чем похожи? Да мы все люди. Мы все стоим на двух ногах, поднимаем руки туда, молимся, верим в лучшее, в будущее. И хотим и свою жизнь, и окружающих сделать лучше. Каких-то в особенных, вот в основных ценностях мы все, конечно, похожи. И даже дело не в том, что я и в ваш хурул хожу, и так же молюсь, как в христианском храме. Угу. Потому что я считаю, что он один, и по своему подобию создал нас. Это точно. И у нас очень много большого, ну, с нами связаны, вот с нашими решениями связано очень многое. Мы много можем испортить, а много можем наладить. Вокруг себя. Угу. Нам всегда легче ругаться, что тут темно. А надо попробовать зажечь свет. И перестанет быть темно. Верно. Значит, меньше ругаться. Меньше осуждать, мне кажется. Меньше осуждать друг друга, а больше делать. Делать. Каждый день надо что-то делать. Вот после того, как поставите Шекспира, что вы будете делать дальше? Потом у меня есть еще несколько проектов. Поделитесь? Ну, и по Шекспиру есть еще несколько проектов, есть по Пушкину, и еще по Островскому. Это вот все у нас или вот куда-то дальше? Нет, это уже дальше поеду. И за рубежом, и в России. И за... Ух ты, за рубежом. А где именно вы работали? Когда будет, я вам напишу. Хорошо. Я же режиссер. Я работаю туда, куда меня приглашают. И если, как бы, мы договариваемся обо всем. А в какой момент вы поняли, что вы будете режиссером? Я начинал не с театрального института, а решил стать режиссером. Может быть, от того, что как-то хочется стоять всегда в стороне и наблюдать, что происходит. Осмыслять. Осмыслять жизнь очень, очень интересно мне. Переосмыслять. И свое представление так тихонечко, аккуратно вплетать в классические, в большие тексты. Потому что я всегда стараюсь работать с большими текстами. Я не очень люблю проходные пьесы. Я их ставлю. Редко. Но я это не очень люблю. Я вообще театр не могу разделить на кассовый, не кассовый. Я считаю, что надо так поставить Гамлета, чтобы это было интересно любому зрителю. Чтобы он был как слоеный пирог. Чтобы кто-то понял его на уровне быта, а кто-то его понял на уровне философии, а кто-то на уровне теологическом и так далее, на психологическом. Ну, короче, к каждому ты должен найти путь какой-то. Потому что кто-то сейчас про свекровь будет говорить в грозе, кто-то про Катерину, а кто-то про мировоззрение. А кто-то, вот мне сейчас говорили, что выглядит как полотно, художественное произведение. Потому что у нас там на заднике картина, как должна выглядеть жизнь. Утес, река, такая умиротворенность. А впереди недострой такие, строительная площадка, фундаменты и так далее. И когда они на фоне этой картины, в тех старых костюмах встают, ощущение, что эти картины оживают. И вдруг они с этой недостроенности попадают в тот, в райский мир. И ощущение совершенно другое в зале. И ты начинаешь отстраняться от быта. Кстати, про зал. Как вам наш зритель? Хороший зритель, что, благодарный. Вчера еще свет не успели включить, они уже стояли, благодарили своих артистов, раскупили все билеты за несколько спектаклей. И мне нравится, что тут несколько театров. Потому что театр должен быть многополярным. Невозможна гегемония одной какой-то эстетики. У нас с вами должен быть выбор. Согласна. Вот насчет выбора. Если бы у вас была возможность, где бы вы еще себя попробовали? Мне кажется, художником с кистью. Нет? Не умею. Не умею. Я так рисую. Мне смешно, как я рисую. Нет. Наверное, нет. 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 Не умею. Я предметами, да, мизансценой, да. Просто у вас взгляд художника. Вы смотрите в самую суть. Художник – это не только тот, который по холсту рисует. И скромный художник. Хорошо. И на этой ноте я бы хотела попросить вас нашим дорогим зрителям пожелать на день грядущий что-то хорошее. Мы уже заканчиваем наш разговор. А я не понимаю. Все уже, да? Мы уже закругляемся. Ну, я вам желаю самого главного. Крепкого здоровья. Вот зрителям желайте. Уважаемые зрители, велено смотреть сюда. Крепкого здоровья, потому что, ну, видите, как наша жизнь сейчас протекает. Что нам надо заботиться друг от друга, заботиться о себе в первую очередь. И ограждать себя от всех этих… Не быть принципиальными в тех вопросах, которых мы не до конца понимаем. А, ну, как бы, если нужно что-то делать, там, прививаться, прививаться. Одевать эти маски, одевать эти маски. А не обсуждать и выступать, и дискутировать. Потому что я не думаю, что вокруг нас менее обратно. Ну, я, например, не врач. И я не могу утверждать, как утверждают многие антиваксеры, например, что плохо это или хорошо. Безусловно, каждому решать. Но мы не можем рисковать жизнью друг друга. Это что первое? Второе – радоваться жизни. Радоваться друг другу, радоваться каждому дню. Потому что у нас нет плана на тысячу лет вперед, как говорит Булгаков. И мы не знаем, наступит ли завтрашний день. Вчера – это уже прошлое, завтра может не быть. Мы живем в настоящем. И в настоящем мы должны жить так, чтобы нам не было стыдно за свои минуты, секунды. И чтобы нам было интересно друг с другом в нашем деле. Мне до одури интересно в театре. Я бы не хотел бы нигде работать больше. И, наверное, бы и не работал. Так что желаю здоровья, счастья, удачи, успехов. Берегите друг друга. На этом наш эфир подошел к концу. А я с вами не прощаюсь. Встретимся завтра в это же время. Желаю продуктивного и удачного дня. Редактор субтитров А.Семкин